Поиски снежного барса — это онлайн-игра. Во время ее прохождения обучающиеся знакомятся с технологиями, которые прямо сейчас помогают сотрудникам Алтайского заповедника отслеживать популяцию тех самых барсов с помощью нейросетей. Игра наполнена обширным количеством загадок, задачек и различных головоломок. Барсов изучают с помощью фотоловушек. Ежедневно они делают тысячи снимков, которые обрабатывает искусственный интеллект. С его алгоритмами и знакомит игра. Одним из первых с ней справился Федор Лютыч. Восьмиклассник уверен, за нейросетями — будущее. И напомнил о технологиях, которые мы сейчас используем в повседневной жизни. Несколько десятков лет назад мечтали фантасты. Так что прогресс шагает по миру семимильными шагами, и за ним нужно успевать. Скорее всего, в начале лет, где-то ближайшие лет 10, все это будет постепенно прогрессировать. А где-то около, в промежутке от 50 до 70 лет, просто кто-то создает искусственный интеллект в режиме Оракула, который будет приносить какой-то компании миллиарды долларов. Такие занятия не только знакомят ребят с технологическими новинками, но и носят профориентационный характер. Ведь толковые айтишники сейчас востребованы не только в нашем регионе, но и во всей стране. Это время уже диктуют, потому что, ну, представляете, что было 20 лет назад, и какое информационное поле было у детей 20 лет. Ну, они уже, конечно, дядьки и тетки взрослые. Вот. И что сейчас? То есть, допустим, когда я была в их возрасте, такого информационного поля не было. И нашим детям, вот, нынешнего поколения, им приходится обрабатывать в голове и очень большую информацию. Это сейчас основной тренд развития информационных технологий. На прошлой неделе президент России Владимир Путин участвовал в конференции по искусственному интеллекту и подчеркнул также важность развития этих технологий у нас в России. Ребята не только играли, но и прослушали интересную лекцию от представителя крупной финансовой компании. Он рассказал школьникам об алгоритмах нейросети, которая способна на основе краткого описания генерировать изображение. Что такое нейросеть? Нейросеть – это скопление нейронов, да, которое способно распознавать различную информацию, предметы, вот. И скопление этих нейронов способно обучаться, оно действует последовательно, оно принимает запрос информации и может выдать ответ в результат нашего запроса, да. По принципу нейронных связей работает наш с вами головной мозг, да. Почему называется нейросеть искусственным интеллектом? В регионе уроки цифры проходят регулярно на протяжении уже трех лет. По словам учителей, благодаря таким интенсивам сейчас все больше выпускников выбирают профессии, связанные именно с IT-сферой. Михаил Агарков, Сергей Гридунов. События дня.